Мы переходим к заключительному докладу, это будет мой доклад. Ну, мы уже послушали и про мозг, и про печень, и про сосуды, и про нейродегенерацию, и все эти интересные доклады. И я расскажу ещё чуть-чуть не про мозг, тоже в заключение, а про почку, которой мы занимаемся в нашей лаборатории, а именно о роли митохондрии, про которую мы тоже уже здесь слушали, в ключе диабета, правда, ну, и также и в нейродегенерации. В общем, органелла – это, безусловно, важная. И я постараюсь в этой лекции показать, что она также чрезвычайно важна в остром почечном повреждении, в том числе при ишемическом остром почечном повреждении. Ну, краткое, опять же, введение, почему это актуально. Острое почечное повреждение затрагивает 20% всех госпитализированных больных, то есть это весьма высокая встречаемость. А если брать, так сказать, тяжёлых больных из палатно-интенсивной терапии, то и до 30%. При этом в основном отсутствует патогенетическая прямая терапия, острое почечное повреждение, вся терапия направлена в основном на симптоматическое лечение. Ну, и также есть отягчающее обстоятельство в виде того, что пациенты такие с острым почечным повреждением в основном возрастные, со всякими коморбидными состояниями, то есть другими заболеваниями, которые ухудшают проблемы. Ну, а без лечения острого почечного повреждения наступает хроническое, и в конце концов требуется либо трансплантация, либо замена почечной функции, то есть гемодиализ. Ну, собственно, как я и сказал, прямых лекарств, так сказать, от острого почечного повреждения их практически не существует. Всё, что мы можем делать, это либо устранять первичную патологию, которая вызвала острое почечное повреждение, либо снимать нагрузку на почки, снижая поступление электролитов, нормализуя солевой обмен, ну, или просто делая гемодиализ, когда всё остальное не помогает. Ну, и в самом крайнем случае трансплантация почки, ну, вы понимаете, что это достаточно редкая и нежелательная процедура, поэтому как лечение её рассматривать вряд ли стоит. Ну, и, собственно, уже существует довольно много работ, то есть я не буду это говорить как гипотезу, я буду это говорить как уже, в общем-то, подтверждённое знание, что так или иначе большинство повреждающих факторов, в том числе и ишемии, они воздействуют на митохондрию, ну, также мы здесь сегодня уже это неоднократно слышали в отношении других органов, а дисфункция и повреждение митохондрии приводит к тому, что у нас повреждаются ключевые клетки почки эпителия нефрона, и почка начинает плохо работать. Важно отметить, что митохондриальное повреждение, оно не является таким бинарным состоянием, то есть есть неповреждённая и есть повреждённая митохондрия, это всегда тоже некий континуум повреждений, которое накапливается, и, ну, то есть это некий градиент повреждения, который переходит от полностью здорового к полностью нефункциональному состоянию. И на всех этих этапах существует множество клеточных систем, которые контролируют. С одной стороны, они чувствуют это повреждение, с другой стороны, они призваны это повреждение нивелировать или нивелировать его эффект на клетку. Ну и, зная это, мы можем попытаться на разные этапы и на разных этапах этого повреждения, на митохондрию, а значит, и на почку воздействовать. Ну вот мы в своей работе тоже здесь, поскольку мы прежде всего опираемся на то, что это школа, и на то, что мы здесь вам стремимся рассказать о методах исследования скорее, а не только о их результатах положительных или отрицательных, то вот мы в своей работе стремимся исследовать все уровни живого, так сказать, начиная от, собственно, отдельных митохондрий, в том числе изолированных через клеточные культуры, через методы ин-ситу, то есть переживающие живые кусочки ткани, живые срезы, экспланты и так далее. Ну и, собственно, до физиологических экспериментов уже непосредственно на животных. Ну, собственно, так, как вот предыдущий докладчик рассказывал, и так, как это реализуется во многих других случаях, любое доклиническое, а затем и клиническое исследование любых фармакологических препаратов или подходов. Ну вот, поскольку я буду рассказывать в основном об остром почечном повреждении, связанном с ишемией, то, как она моделируется, это пережатие сосудистого пучка почки, которое может там контролироваться, например, доплерографией, ультразвуковой или лазерной, ну вот это сердцебиение, отражающееся на почечном сосуде, которое прекращается после пережатия его и начинает восстанавливаться после того, как вы снимаете зажим с сосуда. В отношении, это то, что можно сделать на животном, а в отношении клеточных моделей, это опять же уже упоминавшиеся модели кислородно-глюкозной депривации или OGD, в английском oxygen glucose deprivation, которые, ну, собственно, моделируют примерно то, что происходит в ткани, когда ткань лишается питательного субстрата, в данном случае заменой питательной среды на солевые растворы и лишается кислорода, то есть наступает у нее гипоксия или аноксия. А дальше вы можете различными способами анализировать, ну, вот здесь, например, на рисунке приведен так называемый клеточный индекс, когда с помощью реал-тайм-системы мониторинга электрического импеданса вы можете следить за количеством клеток, грубо говоря, которые вот у вас неким образом нарастают, когда клетки в культуре делятся и когда вы к ним прилагаете ишемию, то есть кислородно-глюкозную депривацию, они потихонечку гибнут во время нее, а затем, когда вы прилагаете к ним реперфузию, реоксигенацию, начинают пытаться восстановиться. Ну, в общем, примерно все то же самое, что происходит и в организме, возможно, несколько в других временных интервалах, но это особенности сравнения клеточных систем и физиологических моделей. Ну и также, как я и говорил, что клетки – это клетки, безусловно, мы все понимаем их ограничения, они не сохраняют архитектонику ткани, они не испытывают там межклеточные и межтканевые какие-то взаимодействия, поэтому, чтобы чуть-чуть приблизиться к состоянию инвива, но при этом применить всевозможные инвитровые подходы, например, микроскопию, то есть вот подход применения, скажем, так называемых витальных срезов, то есть нарезание живой, не фиксированной, не парафинизированной, а непосредственно живой ткани на относительно тонкие куски, которые с точки зрения гистологии являются очень толстыми, наоборот, кусками. И, соответственно, на них моделируется все примерно то же самое, отслеживаются всевозможные флуоресцентные зонды, которые тоже здесь уже неоднократно звучали, например, зонды на кальций, зонды на кислород, зонды на ИНО, зонды на метахондриальный потенциал и, соответственно, практически реал-тайм имиджинг тех процессов, которые там происходят. Ну вот непосредственно про метахондриальные функции. Опять же, здесь уже это неоднократно упоминалось, поэтому я это просто покажу, как это делается на почке. Различные зонды связаны на основе родоминов, в частности, метиловый или метиловый эфир тетраметилородамина, который накапливается в метахондриях, и вот на том самом переживающем живом срезе почки мы можем видеть, ну вот, в принципе, если на маленьком увеличении смотреть, это видно отдельные канальцы, то есть, в общем, структура примерно похожая, можно узнать в ней почку, которую мы видим на гистологии, но только в данном случае это величина мембранного потенциала. Чем ярче флюоресценция красителя, тем выше метахондриальный потенциал. Когда мы почку подвергли внутри животного ишемии, метахондриальный потенциал падает, большинство эпителиоцитов, большинство канальцев оказываются деэнергизованы, то есть, наступает дисфункция метахондрии. Интересно, что существует более дорогой, но еще более приближенный к инвиво подход, а именно мультифотонная микроскопия, которую можно применять интравитально, то есть, уже даже не доставать из животного орган, не резать его на кусочки, на срезы, что, безусловно, накладывает всякие ограничения, поскольку это, конечно же, повреждение, это все-таки не совсем то, что происходит в мыши, а с помощью возбуждения тех же самых, ну или других красителей, мультифотонным излучением, когда несколько раз возбуждающее излучение попадает на флюорохром, можно все то же самое наблюдать непосредственно в органе, который из мыши или крысы не вынимался. И, соответственно, такие опыты тоже проводились, и вот здесь можно видеть, например, тот же самый метахондриальный потенциал с тем же самым зондом ТМРМ, но уже сделано непосредственно в животном с помощью мультифотонной микроскопии. И, в общем-то, мы видим все примерно те же самые изменения. Ну вот, если не разглядывать картинки, можно посмотреть непосредственно на уже оценку, цифровую оценку этих изображений, и видно, что потенциал падает в таких канальцах, то есть дисфункция метахондрии подтверждается еще и непосредственно в животном, то есть это не артефакт модели инвитро. То же самое здесь Андрей Юрьевич тоже упоминал уже, что можно, возможно, кто-то еще я могу уже и забыть, поскольку подход достаточно широко используемый, можно исследовать флуоресценцию НАДАШ, который говорит, в общем-то, тоже о функционировании дыхательной цепи, степень восстановления НАДАШа, тоже можно с помощью мультифотонного подхода это смотреть, и точно таким же образом мы видим, что в ишемии он становится резко более восстановленным, то есть нарушается работа метахондриальной цепи. Ну и кроме того, что метахондрии перестают вырабатывать потенциал, в чем, как мы понимаем, их основная функция в организме, чтобы синтезировать АТФ, они еще также нарушаются, и их структура, вот из таких нитчатых структур, которые вот это каналец, отдельные ядра и метахондрии, ну здесь нитчатые структуры разрешаются плохо, поскольку это целый орган, а не отдельные клетки, но тем не менее видно, что здесь все-таки это скорее такие протяженные структуры, а после ишемии они все распадаются на отдельные фрагменты, что тоже является характерным признаком нарушения как метахондрии, так и будущей клеточной гибели. Ну, собственно, если мы посмотрим это на культуре, здесь это видно, конечно, значительно более четко и красиво, длинные ниточки метахондрии, которые полностью распались после ишемии. Ну, то есть, все это говорит именно о том, я стремлюсь вам показать и доказать, что метахондрии действительно очень сильно страдают во время ишемии, но опять же, так же, как мы и слышали, для нейронов, астроцитов, клеток поджелудочной железы и практически, наверное, всех других органах при ишемии происходит продукция активных форм кислорода. Здесь уже другой зонд, опять же, упоминавшийся дихлорфлюоресцин, отсутствуют его флюоресценции в контрольных клетках. После ишемии клетки и метахондрии клеток начинают активно продуцировать этот зонд. В данном случае мы видим как раз-таки, что этот зонд практически полностью, ну или в значительной степени, колокализуется с метахондриями. Даже просто по структуре окрашенных компартментов видно, что это именно метахондрия производит активные формы кислорода. Ну, опять же, то, о чём я говорил, разные уровни организации. Мы смотрим, что же происходит в живой почке. В общем, происходит всё примерно то же самое. Отсутствие или очень низкая генерация активных форм кислорода в канальце и резкий взрыв, резкий окислительный стресс после ишемии. Опять же, это можно всё посмотреть и в живом животном с помощью мультифотонной микроскопии. В общем-то, всё то же самое. Нет активных форм кислорода, активные формы кислорода появились. Это всё призвано доказать, что, в общем-то, на всех уровнях живого мы видим примерно одни и те же события, что некий повреждающий фактор, в качестве которого мы здесь используем ишемию, воздействует на митохондрии. Они повреждаются, начинают генерировать активные формы кислорода, возникает окислительный стресс, идёт повреждение и гибель клеток, и в итоге дисфункция органа. Очевидно, из вот этой схемы можно представить, что стратегии защиты должны быть направлены, собственно, на эти события. Либо предупредить развитие окислительного стресса и повреждения, либо попытаться избавиться от уже возникшего окислительного стресса. Ну, стратегия, которая реализует, подход, который реализует первую стратегию, это так называемое ишемическое прекондиционирование и различные способы его симулировать. Ну, что такое ишемическое прекондиционирование? Ну, по-простому тренировка. Мы приложили маленькие короткие периоды ишемии к почке, и тогда последующая длительная ишемия уже не так губительна и фатальна для него. Действительно, это так и есть. Если мы возьмём характерные маркёры, которые используют любой клиницист в своей практике, там мочевина возрастает после ишемии у животных и снижается, если мы такую ишемию предварили ишемическим прекондиционированием. Были исследованы и раскрыты пути, которые лежат в основе ишемического прекондиционирования, открыты ключевые ферменты, ключевые киназы, ключевые акторы этих сигнальных путей с целью того, чтобы воздействием на них уже не вот такой тренировочной ишемии, что, очевидно, в клинике нереально или очень сложно, с помощью фармакологических препаратов симулировать примерно то же самое в организме и постараться почку защитить. Там они были перечислены. В принципе, почти все они оказывают, по крайней мере, в модельных системах, тот или иной положительный эффект. Вторая стратегия, про которую я говорил, это стратегия снизить уже развивающийся окислительный стресс. И поскольку мы видели, что стресс этот развивается в основном в митохондриях, по крайней мере, в этой модели, то разумный способ снизить окислительный стресс и генерацию продукции активных форм кислорода в митохондриях – это использовать антиоксиданты, причем желательно те, которые направлены непосредственно в митохондрию. Ну вот здесь тоже часть из них представлена. Андрей Юрьевич, опять же, как минимум один из них упоминал. Ну и действительно, в общем, подход, по крайней мере, в модельных системах работает. Тот самый окислительный стресс в виде повышенной флуоресценции DCF, регистрируемой в почке, значительно снижается при применении митохондриального антиоксиданта. Почка уже практически не генерирует активной формы кислорода после ишемии. Ну и на уровне организма у таких животных выраженность почечного повреждения, то есть там подъем креатинина, мочевины той же самой, выраженность значительно меньше. То есть действительно почка оказалась в итоге защищенной, и острое почечное повреждение, если не полностью исчезло, то, по крайней мере, в значительной степени уменьшилось. Ну, другие пути, изучая то, что лежит в основе, скажем, ишемического прекондиционирования, например, было выявлено, что одним из таких путей является контроль качества митохондрии. То есть когда клетка, организм стремится найти, обнаружить у себя поврежденные митохондрии, вот здесь они синеньким изображены по каким-то причинам, например, от ишемии или от старения, или от каких-то других патологий, и удалить эту, эту или эти митохондрии из клетки. В итоге у нас будет в клетке оставаться всё время только хорошая, хорошо работающая митохондрия, и клетка будет оставаться здоровой. Очевидно, что если мы постараемся вот эти процессы активизировать, то, возможно, мы улучшим состояние митохондрии в клетке и, соответственно, защитим клетку и почку от пагубного воздействия той же самой ишемии, а, в общем-то, и многих других патологий, связанных с повреждением митохондрии. Ну, вот одним из таких подходов является ограничение питания. Опять же, про него известно очень много, я не буду рассказывать. Известно и его множество положительных эффектов не только на почке и не только на ишемию, вплоть до увеличения продолжительности жизни. Известно более-менее о том, какие пути с этим ассоциированы, с ограничением питания. Ну и поскольку вот эти пути участвуют в том числе и в ишемическом прекондиционировании, и в контроле качества митохондрии, то мы вот в частности попробовали, что же будет, если применить этот подход уже не для того, чтобы увеличить просто глобально продолжительность жизни, а всё-таки попробовать вылечить конкретную патологию. И убедились, что да, в принципе, оно работает не хуже, чем те подходы, о которых я говорил до этого, антиоксиданты или ишемическое прекондиционирование, но реализуется, очевидно, значительно легче. Ну вот здесь сокращение питания на 25 или на 35 процентов снижало, как мы видим, подъём креатинина и мочевины там более чем в два раза. То есть на самом деле для остропочечного повреждения это очень яркий эффект. Ну, хочу отдельно отметить, что полное голодание, в общем-то, совершенно не полезно, и, по крайней мере, конечно, не вредно, но пользы никакой не приносило. То же самое, не буду останавливаться на конкретных путях, они были все проанализированы, и в целом было показано, что в том или ином ключе они затрагивают метахондрии. Здесь точно так же было показано, что улучшается функционирование их, увеличивается метахондриальный потенциал при ограничении калорийности, и запускается ряд вполне конкретных киназных каскадов, ну, запускается или ингибируется, соответственно. Ну, в общем, те каскады, которые призваны поддерживать здоровое функциональное состояние метахондрии, они активизируются, и почка в итоге защищена. Ну, собственно, на этом слайде суммированы более-менее те подходы, которые использовались и были протестированы и нами, и другими учеными, говорящими о том, что, в общем, почти на всех этапах, как развитие острого почечного повреждения, так и его перехода в хроническое почечное повреждение, метахондрии так или иначе завязаны, то есть, ну, здесь показаны генерации активных форм кислорода, которые я упоминал, метахондриальная фрагментация, то есть распад вот этого дробления, этого ретикулума, метафагия, то есть контроль качества метахондрий, биогенез и так далее. И вот примерно, в общем, все эти события, которые участвуют в защитных и повреждающих сигнальных путях при остром почечном повреждении, они могут являться целями для фармакологического воздействия, ну, или более широкое не фармакологическое, а физиологическое или нутрицептическое воздействие, ну, говоря грубо, в том или ином виде это все равно можно сымитировать в фармакологии. И вот здесь даже представлены отдельные подходы, которые уже были реализованы и проверены, по крайней мере, в экспериментальных исследованиях, на свою применимость для почечного повреждения. Ну, и в заключении своей лекции я, как обычно, как и все предыдущие годы, люблю показывать то, что я называю взглядом в будущее, хотя, конечно, с каждым годом он становится все менее взглядом в будущее, а, собственно, уже наступившим будущим. Раз мы увидели, что столь ключевым подходом, столь ключевым событием является повреждение митохондрий, в том числе при почечных патологиях, то нельзя ли просто, как и с трансплантацией органа, заменить эти все поврежденные митохондрии и внедрить в организм здоровые, и таким образом, в общем, победить все негативные явления, которые мы там наблюдали. Ну, и на самом деле, в принципе, природа такой механизм, как оказывается, в общем-то, предусмотрела, потому что, если рассматривать митохондрию как энергетическую станцию, электростанцию, то, в общем, она в клетках может обеспечивать эту функцию двумя путями. Вот то, что передавать по проводам это самое электричество, когда у вас от одного края клетки по длинной-длинной митохондрии электрический потенциал, а значит, синтез АТФ передается в другую ее часть. Либо, как здесь представлено в виде маленького передвижного мобильного электрогенератора, может передаваться сама митохондрия. И это тоже показано для вот там, вот здесь представлен длинный аксон, в частности, по которому эти митохондрии бегут. То есть, в общем, механизм транспорта митохондрии как минимум внутри клетки есть. Но, как оказалось, есть и механизм транспорта митохондрии между клетками. Здесь представлено то, что известно на сегодняшний день, в изучении чего поучаствовали в том числе и мы, что митохондрии могут передаваться между донорской и реципиентной клеткой. Здесь представлено несколько механизмов. Клетки могут практически сливаться, образуя такой вот фактический синцитий. Они могут образовывать длинные протяженные, очень тонкие структуры. По сути, это тоже синцитий, но тем не менее, вот такой, который в любой момент может быть разорван. Это образуются так называемые туннельные нанотрубочки. Клетки могут выбрасывать митохондрии в составе визикул вне клеточных и поглощаться эти визикулы другой клеткой, а митохондрия переходить в нее. Ну и считается, что есть даже механизм прямого выброса отдельных, так сказать, свободно находящихся во внеклеточной жидкости митохондрий, которые тоже затем поглощаются клеткой. Все эти механизмы в том или ином виде были показаны, и инвитро, и инвиво. И, собственно, здесь же опять же суммированы представления, что бывает, каким образом митохондрии передаются. Ну, в принципе, я все это уже упомянул. Не упомянул, возможно, только еще передачу митохондрии при образовании, при оплодотворении и при то, что называется сейчас в экстракорпоральной медицине ребенок от трех родителей, когда он имеет родителя яйцеклетку, сперматозоид и еще третьего родителя, который донировал митохондрии. Ну, вот, в общем-то, все это родило представление о том, что, в общем, можно, если клетка вводит митохондрии одна в другую с помощью вот таких нанотрубочек, которые, в общем-то, как игла, по сути, то давайте мы просто возьмем и введем их с помощью настоящей иглы, пусть даже микроскопической, на уровне клетки. И на самом деле уже на сегодняшний день я могу представить и вот такой слайд. Я говорю, что с каждой этой лекцией эти слайды все более становятся тем самым будущим, о котором я говорил раньше, несколько лет назад. То есть уже митохондрии, выделенные из одних органов здоровых, вводили и в сердце, и в почку, и в мышцы, и даже в мозг, тем или иным образом доказывали, что они туда попадают, вводили их как непосредственно в орган, так и в системный кровоток и доказывали, что в итоге они каким-то образом попадают в органы, встраиваются. И, в общем-то, показали, что во многих из этих моделей, во многих из этих моделей митохондрии, введенные извне, нормализуют функцию органа, хотя механизмы этого по-прежнему неизвестны. Механизм общий на бытовом уровне очевиден, они встроились, нормализовали, стали вырабатывать энергию, но на самом деле существует множество препятствий для того, чтобы вот так впрямую интерпретировать эти данные, поскольку так же, как и для органов, для митохондрии может существовать трансплантационное отторжение и так далее. Но, тем не менее, факт остаётся фактом. Вот представлены здесь картинки, за каждым из них стоит, по крайней мере, несколько исследований, которые показали, что введение митохондрии помогает избавиться от болезней. Ну и на этом взгляде в будущее всё. Спасибо за внимание. Готов ответить на ваши вопросы, если они есть. В качестве ведущего и лектора одновременно. А можно сейчас вам микрофон тогда принесут? У нас идёт трансляция, запись, вдруг кто-то захочет потом послушать. Ясно. Вот какая мысль мне пришла в голову. Дело в том, что основанная на повседневных, можно сказать, практических наблюдениях. Когда изучаешь гистологически ишемизированную почку, то видишь такой парадокс. С одной стороны, если структуры разложить, кто из них чувствительен к ишемии, то, понятно, проксимальные канальцы гибнут в жуткой степени. Меньше намного затронуты часто живые, в ишемизированной зоне дистальные канальцы и совсем интактные эндотелиальные структуры, клубочки. Если мы покрасим это на митохондрии, то будет совершенно обратная вещь. То есть очень богаты митохондриями, значит, проксимальные канальцы, дистальные очень намного меньше и совсем мало в эндотелиальных этих клубочковых клетках. Какой можно сделать вывод? Может быть, проблема не в том, что митохондрии плохие, а может быть, их просто много, и любое уменьшение количества митохондрии в клетках привело бы к защите от ишемии. Потому что, казалось бы, если дело в плохих митохондриях, наверняка единственное, немногие митохондрии, совершенно единичные в клетках эндотелия, клубочков, в первую очередь привели бы скорее к гибели. А мы видим обратную вещь. То есть и наоборот, большое количество митохондрий в проксимальных канальцах вроде бы должны были бы скомпенсировать те поврежденные митохондрии, но мы видим совершенно другое. То есть возникает такая вот штука. Может быть, терапевтический подход был бы правильный, который мог бы это сделать, был бы направлен на уменьшение количества или функционала, грубкое замораживание митохондрии в проксимальных канальцах. Это, конечно, такой очень условный термин, но тем не менее. А не на выбраковывание каких-то плохих и так далее. Вот такой вопрос. Да, абсолютно правильное замечание. Оно, к сожалению, заслуживает отдельной лекции, поэтому я отвечу на него очень кратко. Действительно, такой факт есть, и он абсолютно подтвержден. Он связан, ну, я не буду говорить, что это единственная причина, но в том числе с тем, что митохондрии в повреждающих условиях стремятся сохранить себя. И когда они стремятся сохранить себя, свою функцию и так далее, они не очень заботятся об окружающей клетке. В частности, они, если вот совсем кратко и примитивно говорить, они могут съесть весь АТФ и окислительно-восстановительные эквиваленты на то, чтобы сохранить свою функцию. При этом клетке ничего не останется, и она погибнет. И действительно, есть подходы, которые, по крайней мере, совсем-совсем в инвитровых условиях. На инвиво это очень сложно транслировать. Когда подавление вот такой эгоистичного поведения митохондрии, оно оказывалось положительным. В общем, похожий подход использовался именно для почки в подавлении натри-калевой АТФ-фазы, собственно, основного потребителя энергии в почке. Если его подавить во время ишемии, то почечная функция, конечно, пострадает, но зато непотраченный АТФ поможет клетке выжить. Это вот если очень-очень кратко касаться этой очень богатой темы, на самом деле. Спасибо. Здесь был еще вопрос, я так понимаю. Егор Юрьевич, Андрей Юрьевич Абрамов сегодня нам рассказывал, что в его экспериментах важная часть и важная патологическая сущность проявляется при реоксигенации все-таки. Вы замечательно сказали про ишемию, но про реоксигенацию, по-моему, я не услышал. Есть какое-то понимание? Я понял ваш вопрос, спасибо. Действительно, это так, и мы это знаем для других клеток. В наших конкретных работах чисто методически мы пока еще не смогли достигнуть того, что достиг Андрей Юрьевич Абрамов, когда он может смотреть в каждый конкретный момент и ишемии, и реоксигенации. То есть все, о чем я говорил, это суммарные эффекты ишемии и последующей реоксигенации. Разделить их мы пока не способны чисто методически. Я, наверное, в продолжении предыдущих спикеров. А можно вот эти митохондрии как-то контролировать, регулировать, там, не знаю, синтез уменьшить, увеличить или как-то сделать, чтобы, ну, чисто активировать внутренние защитные механизмы клетки? Ну, да, безусловно. Собственно, мы примерно про это и говорим, когда говорим про контроль качества митохондрии, потому что, ну, это понятие на самом деле интегративное. Оно включает в себя и биогенез митохондрии, который можно регулировать. Ну, вот те пути, про которые я говорил, очень кратко упомянул, естественно, иначе это было бы очень долго, которые относятся к кэлори-рестрикшн, к ограничению питания. Это в том числе и пути биогенеза митохондрии. Ну, и, соответственно, удаление митохондрии, ну, к сожалению или к счастью, оно идет в основном через удаление плохих все-таки митохондрии. Ну, может быть, это и не так плохо, но, да, в общем, эти пути тоже можно активировать. И такие подходы есть. Ну, то есть, можно, и люди пытаются, скажем, просто понизив потенциал с помощью упоминавшихся уже здесь разобщителей каких-то, понизив потенциал, заставить клетку убрать большую часть митохондрии. Ну, естественно, это будут как бы для клетки поврежденные митохондрии с пониженным потенциалом, но, тем не менее, она их уберет. То есть, да, в принципе, ровно все эти подходы и рассматриваются как возможные терапевтические. Спасибо. Как ведущий, я спрашиваю, есть ли еще вопросы. Вопросов нет. Тогда я благодарю вас всех. Это была заключительная лекция. Мне очень радостно видеть здесь третий год и такой представительный коллектив лекторов. Я всем очень признателен и признателен всем слушателям. В оффлайне, которые до нас дошли, и в онлайне, которые нас смотрели. Спасибо всем. На этом мы закрываем нашу школу. И те, кто желает, могут вот здесь получить сертификаты об участии в нашей школе. Спасибо. Спасибо.